Как? Он что, умер? Опа, это было очень смешно. Привыкают потихоньку. Балуют их, да? Балуют, да. Какой вопрос был? Дорогие друзья, в этом году в родном городе Димаша Ак-ТВ состоялась премьера. Прошел первый конкурс Марата Айтимова. Такое событие не могло нас не заинтересовать. Мы очень любим и уважаем Марата Олжбаевича, который в свое время ставил голос не только Димашу, но и его маме Светлане. Поэтому наша редакция, Тикей Медиа Волт, решила расспросить об этом событии поподробнее людей, которые приняли непосредственное участие в этом конкурсе, а именно Марата Айтимова, Светлану Айтпаеву и Дину Ниязову. Приятного вам просмотра. Новый конкурс в октябре вашего имени. Кто сделал вам такой подарок? Это был 19-й год. Тогда культурой нашей области руководил Нурхан Кадрбаев. Он сказал, почему мы всегда начинаем чествовать людей, когда они уже в таком возрасте, когда еле двигаются или их уже нету в живых. И я, говорит, предлагаю провести конкурс имени Марата Айтимова. Я как-то не очень серьезно отнесся к этому предложению. Я думал, ну, мало ли, что предложили. В осень, когда мы вернулись с отпуска, директор нашей филармонии, Нелюбай Мухамедович, неожиданно так для меня, мне, говорит, областной Ахимат принял предложение. Я тут уже начал немножко паниковать. И в этом году решили провести. Я думаю, что вполне прилично прошел. Очень благодарна руководству нашей области за то, что они организовали вот такой вот конкурс. У нас и принято, вот когда человека не станет, потом только делают. А когда он есть, когда он рядом, на него внимания не обращают. Вот они вот перешагнули вот этот вот, как сказать? Стереотип. Да, стереотип. И они начали вот. Молодцы, мои земляки. Все-таки вы человек скромный. Как вы себя чувствовали в качестве вот главы такого фестиваля? Я к таким вещам очень долго привыкаю. Я, вот когда начинают перечислять все мои звания, регалии, у меня до сих пор начинают шевелиться и нос, и лицо. Пока еще я привыкаю, честно сказать. Понятно. Как отнеслись коллеги к тому, что у Марата есть теперь свой конкурс? Ну, Марата у нас все любят. На самом деле, при жизни заслужить свое какое-то, да, такое большое мероприятие, это для любого человека очень ответственно, в первую очередь, конечно, и очень значимо. Все согласились, и конкурс, на самом деле, был очень интересен. Вы были вот по статусу в этом конкурсе, да? Вы были как бы глава этого жюри или все-таки на равных? Я был председателем жюри. В составе жюри были Света Айтпаева, Майрадов Лютбак, Жулдыз Нур Касымова, Алла Берген Жасбаев. Мы вот сегодня сидим у нашего близкого человека, всех в гостях, и он начинает рассказывать про мой конкурс, и одна из гостей говорит, как? Он что, умер? Это было очень смешно, и, ну, мне кажется, наверное, раз такой разговор пошел, неужели я умер? Ну, я надеюсь очень, я и собирался долго жить, теперь я точно знаю, что я буду жить долго, как моря. Все-таки не каждому достается при жизни свой конкурс. Что это вам дает? Прежде всего, это ответственность. Я вот до последнего чего-то боялся. Но, слава богу, все получилось довольно-таки гладко, хорошо, выиграли именно достойные. Первый конкурс, когда мнение решения жюри, мнение конкурсантов и зрителей совпало полностью. Меня очень мило удивили конкурсанты, когда пели мой репертуар, первый тур. Естественно, это молодые исполнители, артисты, у них свой взгляд, свои вкусы, и некоторые вещи они исполнили даже, ну, действовало так, что начиналось там что-то на спине, дрожь какую-то от исполнения, от трактовки песен. Это было, конечно, здорово. Я считаю, что конкурс удался, дай бог, чтобы он был традиционным. То есть это не планируется ежегодным конкурсом, как Бакадебала? Нет, ежегодным не будет, я и не хочу с тобой ежегодным. Ага. Почему? Нет, лучше, лучше вот хотя бы один раз в два года, но сделать достойно. Действительно, это дал хороший старт очень многим певцам молодым. Я сама сидела в жюри, в составе жюри и слушала молодых исполнителей. И еще раз убедилась, что наши аксюбинские ребята, которые учились у Марата Лжабаевича, они намного сильнее. А чем они, Светлана, отличаются? Вот чем они отличились, вот те, которых вы слушали? Они, во-первых, отличаются очень правильной вокальной техникой пения. У них чистая интонация, у них очень грамотно поставлены позиционно правильные звуки. И плюс еще артистизм, плюс еще они очень хорошо держатся на сцене, они ведут себя очень достойно. Сразу заметно, сразу видно, они прошли хорошую школу. Ну, это школа, естественно, Марата Лжабаевича. Участвовали несколько его учеников. Это и Азамат Пикпергенов, который получил гран-при, и Нуртас. Это и наш молодой, совсем юный такой Алишер Карабай. Это и наши девочки аксюбинские. Ну, молодцы, мои земляки. Ну, ваших учеников, ваших личных учеников сколько было? Было трое. Трое. Вот они, конечно, самые лучшие, как вы всегда говорите. Самые-присамые. На самом деле, они были лучшие. Пускай меня простят, конечно. Гран-при занял Азамат Бикпергенов. Он улетел с моего класса в далеком 2011 году. Но это значит, что у него что-то есть. У него есть душа. Это важно. Который не хватает очень многим молодым исполнителям. Он вышел, сделал такой глубокий поклон. И он, неизданно для меня, вот когда сделал этот поклон, поцеловал мою руку. Это было очень трогательно. Да, но это необычно, да. Но он не перестает говорить, что вот если я что-то достиг в пении, это благодаря только вам. Говорит, это, конечно, многого стоит. Так, а в чем, вот Светлана, чтобы вот так вот прям точечку поставить, в чем главное отличие конкурса, посвященного Марату Алжабаевичу, от вот других? Конкурсанты исполняли песни из репертуара Марата Алжабаевича. Второй тур у нас был исполнение песен местных композиторов. Поэтому вот такая вот особенность, ну, это только для начала. Я думаю, на следующий год, наверное, они концепцию конкурса все-таки изменят. Они ищут себя как-то. Да, они ищут тебя, да. А вот в связи с вот этими вот местными композиторами, одна из участниц исполнила песню Димаша «Умытолмаскун». Это было вот в туре как местного композитора? Да, да, да. Да, как местного композитора. А как вы вот отнеслись к этому? Ну, все-таки, наверное, сделать лучше, чем это делает Димаш, ну, очень сложно. Вот как вам понравилось? Я очень поддержала вот эту девочку, потому что по структуре «Умытолмаскун» очень сложная песня. Не каждый пирец сможет исполнить, потому что широкий диапазон. Там от низких нот, начиная от низких нот до сопрановой партии, вот высокий, до высоких нот, это очень широкий диапазон. Очень трудные, трудные произношения, исполнение. Поэтому девочка, я думаю, с моей точки зрения, она справилась. Но, конечно, многие сравнивали его с Димашем. Но Димаш – это другой случай. Но девочка тоже очень хорошо спела. Я ее поддержала. Мне она понравилась. Как вы относитесь к тому, когда конкурсанты берут какие-нибудь такие песни, которые, возможно, и вам что-то значат? То я жду, чтобы это исполнение было неплохим. Главный призер исполнил мою песню «Ризамон Тадрара». Дословно переводится «Я доволен своей судьбою». Эта песня вообще в моей карьере много чего мне она дала. И когда я в списке увидел, что он собирается эту песню исполнить, я, конечно, очень ждал и думал, и боялся. Может, ничего такого неожиданного не будет. А получилось таки, как раз наоборот, аккомпанировала на рояле наша Дина. И он очень умно обдумал ход этой песни. Вот есть же вот такой вот… Сам переживу так, как делает Димаш, да? Сам интерпретирует и делает эту песню своей. Да, и третий куплет, он проговорил речи активно. В это время мелодию вокализировала наша Дина. Это было очень интересно. В принципе, не собиралась принимать там участие. То есть меня там вообще не должно было быть. И мне позвонил Азамат Бекперген. Это вот человек, который занял гран-при на конкурсе «Марат Айтимов». Он говорит, это мой педагог, и я бы хотела… Это первый конкурс. Я хотела бы все-таки играть. Если это будет с моей стороны поддержка этого конкурса, я бы хотела поучаствовать. А я так смутно помню мелодию, и он мне спел. И мне так понравился его вокал. Стала я сидеть и пробовать за инструментом играть. Тут же ему записало видео, как я это вижу. А он сказал, блин, мне все нравится. И он говорит, а что мне делать со вторым куплетом? Я говорю, давай ты ничего не будешь передумывать, давай я тебе все сыграю. Вы знаете, я мурашками, блин, покрываюсь очень редко. Ну, то есть меня… Тут меня, я просто, меня раздирали мурашки. Вот, я понимаю, что у меня внутри все просыпается. У меня откликается мой организм на его голос. Я прям растворяюсь. И я вот понимаю, что к концу песни у меня прям глаза влажные. Третий куплет он читает стихами. Говорит стихами очень низко. А я начинаю вокалом подпевать. Когда в зале наши коллеги, которые, ну, там, болели каждый за своего кандидата, когда поставили, вынесли рояль и поставили микрофон к роялю, у них, ну, то есть вопрос был, что это, для чего. Потому что обычно концертмейстеры не выходят петь. Ну, короче, мы заставили рыдать всех. И мне было смешно. Ну, вот, я видел, вот, мной поставленный дыхательный аппарат, как диафрагма работает. Какие-то моменты, вот, какие-то обертона в голосе, они всегда находят моего голоса у моих студентов. Я сам, конечно, этого не замечаю, но мне это очень-очень импонировало, честное слово. Видимо, я неплохо работаю в этом направлении. И дети перенимаются, да. Вот так вот. Ну, вообще, вашему Актобе повезло, потому что у вас теперь два конкурса. На одном, получаетесь, вы патрон, да, как старший, а Бакаты Бала, это как бы патронажем является ваш ученик, да? Да, да. То есть вы теперь догнали своего ученика? Ну, получается так. Теперь придется ему приходить к вам на конкурс и давать мастер-классы. Да. Что вы делаете у него. Да. Смотрите, это уже второй конкурс, который появляется в Актобе. Не только два конкурса, у нас много, очень много конкурсов. Актобе является хорошей средой, музыкальной средой по республике на первых местах по рейтингу. В нашей областной филармонии актобинской проводится еще один конкурс. Имени местного тоже нашего композитора Биба Туралула называется Елем Мина. Ну, получается, что вы закладываете уже такую традицию как бы конкурсов и становитесь какой-то такой столицей музыкальных конкурсов. Да, можно так сказать, да. Желаю вам успехов. Спасибо. И плюс еще ежегодно у нас делают... Делают... Жубановская весна называется. Основоположник профессионально казахской музыки Ахмед Жубанов родился у нас в Ахтубе. Мы очень этим гордимся. Ну, и несете традиции дальше. Да. Но жизнь удалась, да? Жизнь удалась. Я же всегда говорю, что я вообще не жалуюсь. Мне жаловаться грехом. Я очень счастливый человек. Лишь бы не сглазить. Итальянский фан-клуб. Я очень благодарна им. Дали всем, кто не занял место. Всем свои специальные призы. Димаш Италиян Дирс Клаб sostенен за второй год consecutиво студентов из Марат Айтимов. И наш Клаб crede, что и таланты, и лауро спинта, и успеха должны быть сглазованы. Мы постоянно со стороны Дирс чувствуем огромную поддержку во всех начинаниях, во всех конкурсах. И на бахта-бала постоянно фанаты очень помогают нам. Они делают свои специальные призы. Уже наши конкурсанты привыкают потихоньку. Балуют их, да? Балуют, да. Спасибо, спасибо. Всем Дирс, спасибо. Друзья, не забудьте подписаться на канал, нажать колокольчик. Ставьте лайки и делитесь ссылками на видео, которые вам понравились в группах. Пишите комментарии и делитесь своими мыслями по поводу увиденного. Так как мы не смогли ограничиться только разговорами о конкурсе, то вас ждут в будущем видео о судьбе сценических костюмов Димаша, о премудростях обучения вокалу, о том, кем мог стать Димаш, кроме певца и многом другом.